Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где есть ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых желаний. Пользуйтесь, всё сделано для вас. Ну что, сегодня давайте посмотрим, о чём же думает сейчас загаданный вами человек. Что же у него в голове или у неё? Ну и что же, собственно говоря, с этим делать, наверное? Ну, что с этим делать, уже ваше решение. Я посмотрю только мысли загаданного человека сейчас. Как всегда, сосредоточьтесь. Сейчас сосредоточьтесь на человеке, о мыслях которого вы хотите узнать. Ну и при всём при этом похвалите себя, сделайте себе комплимент и улыбнитесь. Помните, вы уникальны и вы достойны всего самого лучшего. Мысли загаданного человека сегодня. Сегодня загаданный человек думает об одиночестве. Вы знаете, я... у него что-то происходит или у неё, что вызывает его желание побыть одному. Я понимаю, что некоторые из вас загадали человека, который пропал, который или не выходит на связи, или не ответил, или какие-то у вас непонятные отношения. Вот это вот для вас это сейчас актуально. Человек почему-то ушёл в себя и копается в том, что у него или у неё происходит. Поэтому, могу сказать, и не выходит на связь. Касается ли это вас? То вот, в чём он разбирается сейчас. Касается ли его внутреннее состояние и внутренние мысли вас? Могу сказать, что нет, не касается. Что-то глобальное происходит в его жизни. Это старшие арканы и трансформация и отшельник, если говорить по классическому Таро. А это значит, что какие-то перемены, не связанные с вами, и очень жёсткие перемены. Я не говорю, что они отрицательные, нет. Но вижу, что такие резкие и жёсткие перемены происходят в жизни загаданного вами человека. И вот эти перемены и вызвали его или её уход в себя. Но оно по, если говорить по этой карте, да, нет, эта карта означает, что нет, не связано его состояние и его мысли на сегодняшний день с вами по той простой причине, что действительно что-то серьёзное происходит в жизни загаданного вами человека. Поиск баланса, поиск ответа, поиск выхода. Вот действительно, мои дорогие, первое, что могу посоветовать. Если отношения какие-то непонятные, не мучайте человека, это первое. Дайте человеку разобраться. И неважно, или это мужчина, или это женщина. Дайте человеку какое-то время для того, чтобы он сам или она сама вышли на связь. Вот действительно, вот истинно всё, что я здесь вижу, то, что человек не появляется, то, что вы на сегодняшний день, я как понимаю, некоторые из вас, у вас обида, у вас какой-то страх потери, у вас какое-то раздражение по отношению к этому человеку, а из того, что я вижу, происходит у человека, это неправильный подход с вашей стороны, и этот подход не приведёт к улучшению отношений, не приведёт к тому, что человек выйдет на связь с тем настроением, с которым вы ожидаете. Поэтому, сказала бы, всё, что могу посоветовать в этой ситуации, дать пару дней человеку, если человек сам не появится, просто можете каким-то образом дать о себе знать и спросить у человека, как у него или у неё дела. Точно могу сказать, что нелегко загаданному человеку сейчас ищет он или она ответов на вопросы, ищет каких-то выходов, ищет каких-то, знаете, вот как вижу закрытую дверь, и человек пытается рядом с этой закрытой дверью найти открытое окно. Вот так, можно сказать, визуально я вижу состояние человека. Происходили какие-то очень серьёзные события, которые вызвали большие перемены у него или у неё. Поэтому дайте человеку выбраться из этого и просто постарайтесь поддержать. Я не знаю, некоторые из вас, может быть, загадали не партнёра или партнёршу, может быть, просто загадали кого-то из родных или знакомых. Это же не обязательно. Да, я рассматриваю этот расклад как расклад на отношения, но тут я вижу, что именно то, что происходит, вышло за пределы отношений. Поэтому поддержите человека, которого вы загадали. в следующей серии, чтобы вы не пропали.